И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы прожили свою жизнь, вы больше, чем я, знаете, вот мне 25 лет. Вот назовите три вещи, которые я должен совершить, не упустить, не допустить, чтобы мне потом не было стыдно, не жалеть ни о чем. Так, и что хотели? Главное, апостол Павел говорит, для меня жизнь, Христос и смерть – приобретение. Я не могу говорить, извиняюсь, перебью, именно в вашем понимании, из вашего опыта исходя, не только говорит. Знаете, божественная мудрость и человеческая глупость – это разные вещи. Поэтому я обратился по Евангелию, самостоятельно, уже сознательно, 23 года после армии. Мне многое Бог давал. Ну, решите одно. Я поступаю, служил в морфлоте и работаю на Балтике, вернулся когда из армии. Теперь я поступаю в высшее мореходное училище. 14 человек в конкурс. Вы понимаете, что это такое? Я совершенно свободно его прохожу и сразу добиваюсь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Все предметы. Ясно, что я был бы не кощегаром. И в это время мне в руки дается Библия. А я корабль на рейде стоял, а я вышел в город посмотреть там кино. Но через полчаса моя жизнь полностью изменилась. Это было событие. Это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Вы, если хотите подробно, запишите. Ролик там показан, как это было. Ролик называется «52 года в пути». Игнатий Лапкин. И вы этот ролик, когда увидите, вы будете плакать. Первое – это религия. Дальше второй момент. Я не религия говорю. Я о Христе говорю. Религия не спасает. Христос спасает. Ну, пусть будет Христос. А вот второе, третье. Что вы посоветуете, скажите, чтобы не упустили? Такой был дворянин Матавилов, Николай Александрович. Он близко знаком был с Серафимом Саровским. И он спрашивал, какая цель жизни, самое главное, для чего я живу. И она должна быть достигнута в любом варианте. Вот сегодня атомная война, я уже все равно достигну. У меня впереди еще 20 лет жизни. Я все равно достигну. Корабль наш тонет. Я должен достигнуть. Какая цель? Ему все отвечали. Отвечали правильно. Спасти душу, а не тело только. Отверженно. Викторию Юкову фильм показано это. Но дело-то в том, что не в этом смысл-то. Хотя к этому стремиться. Зато Серафим Саровский говорит, стяжание Духа Святого. Вот все. Все вопросы. Стяжание Духа Святого. В этом ответ. Цель жизни всего – жить в Боге. Каждый день преображаюсь в славе Его. Живя для Бога и для ближних. Радость, мир – это все дает Бог. Я вот нынешне исполнился ровно 60 лет, как я с Библией в руках проповедую. И что мне Господь пришел? Моя биография в интернете одна. Вот вы зарядите. Википедия, Игнатий Лапкин. Зарядите, если можете. Моя биография одна. На весь интернет такая. Зарядите. Геннадий Лапкин. Игнатий. Сначала напиши «Википедия». Давай, напиши «Википедия» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Первая строчка «Родился», а потом говорится «Кто я?» Считайте вслух «Кто я?» Почему меня занесли в Википедию? Вы 1939 года, правильно? Да. Дальше считайте по порядку. Сейчас, сейчас, сейчас. Православный русский миссионер, проповедник, исповедник. Дальше. Рыковный писатель, поэт, мотивационный оратор и блогер. И дальше. Чтец, православный, прославный. Вы пропустили слово «советский диссидент». А, «советский диссидент». Это означает, что советская власть меня гнобила по тюрьмам. 26 лет мучили меня везде. Опыты над мной делали. Я живой остался. Теперь я реабилитирован. Как жертву политической репрессии. Здесь, в Википедии, в конце там сфотографированы мои документы. 44 документа. И поэтому там, говорится, мое отношение к Украине, ко всему. Все абсолютно. Ну, представьте, у меня три канала. Только на одном канале 23 тысячи роликов своих. Больше 6 тысяч нигде нету ни у кого. Вы стрим не ведете? Что сказать? Стрим, знаете, стрим. Ну, у нас был стрим сразу, когда я в храме говорю проповедь, в это время записывает и сразу идет в интернет. Понял. Вот так. А вы ГУЛАГ не застали? Я застал как раз. Я реабилитирую он только в 92-м году. Это Сыктывка? Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ, насчитал на пленку его, кассеты, и распространил по всей стране. Архипелаг ГУЛАГ. Это в вину поставлено. В стихотворение там Ленина помянул, как бандита-разбойника. Это все вы найдете в Википедии. А вот если теперь заряете скайп, скайп Игнатий Лапкин, скайп 5 минут установить, и сразу через 3 минуты, звонок у меня будет, и через 3 минуты я все ресурсы отдаю даром. И мы уже друг друга не потеряем. Я обязательно прочитаю и ознакомлюсь. Сначала по скайпу зайдите, чтобы не потерять друг друга. Я вам все скидываю даром. И там можно в скайпе ежедневно встречаться. У меня там только готовые вопросы, которые я студентом преподаваю в университетах. Я в 5 университетах вел одновременно занятия, 13 школ. И все это бесплатно. Вот как. Там вот сейчас вы будете смотреть дальше Википедию. Там государственные фильмы, она снятая. А моя биография, он занял первое место в России. Я понял, я понял. Если хотите знать ваше имя, как переводится, если не знаете, скажите. Я скажу, с какого языка. Александр. Александр, греческая, защитник. Защитник. Да. Давайте другие там родные, близкие. Какое хотите имя называйте. А фамилия Зонов. Так можно не догадаться. Ладно. Вот давайте по скайпу заходите. Вот, Александр, когда по скайпу зайдете, сразу это делайте сейчас. Там мы уже друг друга не потеряем. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. А как вы в скайпе записаны? Как? В скайпе вы как записаны? Еще не понятно. В скайпе, как мне в скайпе написано? Игнатий Лапкин. Там бывает в скайпе вы... Там Игнатий 10 бывает по латыни. Тоже это я. Игнатий Лапкин по-русски с пробелом. Скайп, Игнатий Лапкин, и там звонок. И сразу все получаете. Приходить можете с родными, с близкими, с друзьями задавать. Любые вопросы, какие существуют на земле. Я отвечаю по пяти параметрам. Вы знаете, что такое? Вот я стою за кафедрой. Ко мне поступает записка. Не отвлекайтесь сейчас. Я... У меня нет Библии. Вот Библия, это 77 книг. Я на память отвечаю, какая книга, какая глава, какой стих. С точностью данной буквы. Что по данному вопросу говорит Библия? Второе. Что... Записка ко мне пришла на кафедру в университете. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. 300 томов фолиантов. Третье. Что говорит церковное право? 719 параграфов. Я отвечаю. Что говорят жития святых? 1173 биографии за 19-летие. И пятый параметр. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. Интересно. Да, это я все отдаю даром. А в Новосибирске бывали когда-нибудь? Еще бы я там жил. А я лучше, а я просто в Новосибирске живу. А это соседи наши. А вы откуда? Алтайский край, город Барнаул. О, точно, точно. Вы поэзию любите? Особо, если честно. Я больше к спорту сейчас пока что. Как бы стараюсь... Вот смотрите, если пожелаете, я расскажу автобиографично стихотворение, как поэт. Пример к себе своим воображением все то, что просчитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом, стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. А они разведали, что я мемет, акриды и штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Ну, только могу похлопать. А вот на море. Я моряк. Рыба с хашхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Смесение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяною повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Ну, просто браво. Это все поется. У меня 4 тома стихотворений. Каждый том 800 страниц. Таких стихотворений не бывает. Каждое стихотворение 9 куплетов, 36 строчек и эпиграф из Библии. Примерно 85 поются в интернете. Положены на музыку. Можно еще вопрос задать? Как вы относитесь к самым актуальным вопросом? Что сейчас в мире происходит к спецоперации? Еще раз говорю, что у меня это отвечено уже подробно. Когда зайдете по скайпу, я вам скину. Не, вы мне вкратце просто... Книга про Керемия 48.10. В этом весь ответ. Это никто не дает. Это я единственный на весь интернет, который так говорю. Я не за, не против, но виновны те и другие. Почему? Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Я тут подробно рассказываю по параграфам. Я понял. А здесь как? Много недоброжелателей попадается в театру? Много. Мне только за последние два с половиной года где-то 23 тысячи человек пришлось занести в черный список. Тысячи. Против меня где-то 260 роликов в интернете. Мои ролики берут, дерут, голову отрезают, что попало делают. А мне некогда глупостями заниматься. Ну, потому что я никогда ни перед кем не пятился. Я облечения всем патриархам посылал. Всем генеральным секретарям. В ООН писал. И поэтому ясно делал, что я не просто говорю, а сознанием, полным сознанием дела. Понял. Я реабилитирован как жертва политической репрессии только с 4 ноября 1992 году. Я с Барнаула приехал две недели назад, я там жил. Вот если бы я сейчас был в Барнауле, я бы с удовольствием даже с вами встретился. Да мы вот встретились, это еще лучше даже здесь. В тепле сидим. Так вы давайте сейчас скайп за 5 минут его установите. Скайп очень просто. Там не надо регистрации еще. И Игнатий Лапкин по-русски. И сразу звонок. У меня просто на компе интернета нету, а из телефона надо устанавливать скайп. Не знаю. У нас отовсюду устанавливают. У меня обслуживают. У меня обслуживают, помогают. Примерно меня обслуживают, помогают мне 4 программиста. Я этим не занимаюсь. Я понял. А у меня ресурсы громаднейшие просто. Дай бог. Ну на одном только у меня канале посещаемость 81 миллион. А у меня 3 канала. Понятно.